Продолжение следует... Своё исполнительское мастерство показали и учащиеся вокального отделения. Пели хором и сольно. Стать участником отчётного концерта для ребят – большой успех. Это некий результат ежедневных репетиций и стойкости характера. Попадают в программу только лучшие. Отчётный концерт детских школ искусств Ленинского городского округа, он, кстати, называется в этом году «Мир, в котором мы живём», вообще это честь поучаствовать в таком концерте, потому что идёт большой отбор, и в концерте принимают учащиеся, которые в течение года становились лауреатами, призёрами, и мы их можем сегодня увидеть. А также мы стараемся в этом концерте на сцену пригласить наших выпускников. К мероприятию юные музыканты подошли с большой ответственностью. Много занимались в течение года и непосредственно перед концертом. Год прошёл очень, так сказать, продуктивно. У меня скоро экзамены, буквально завтра. К концерту мы вместе готовились где-то месяц. Разные очень движения, и мы должны передать им монстры, что это очень весело так делать. Многие признавались, что учиться в школе искусств и выступать на сцене было их заветной мечтой. Нежные звуки скрипки так сильно впечатлили Екатерину Третьякову, что уже семь лет она не пропускает ни одного занятия. Я смотрела фильм про девушку, которая играет на скрипке. Мне понравилось, я рассказала родителям и стала ходить. Участницы фольклорного ансамбля «Смородина» для отчётного выступления подготовили свой самый любимый номер из их репертуара. Эта песня прямо очень великая. Мы с ней занимали гран-при. Она у нас не так давно появилась, конечно, но занимает у нас первое место. Эта песня, мы с ней занимали гран-при на веснушке 2024 года. И там я пою сонно, и мы все очень рады этой песне. Она весёлая, она нас радует. Праздник творчества продолжился в фойе школы искусств, где расположилась выставка учащихся художественных отделений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok